Можно прибрать? Дорогие друзья, сегодня день энергетика. Я специализируюсь на том, что я люблю петь комические куплеты. Какой-нибудь песнюшечки я их называю. И я не готовился специально, конечно, к вашему событию. Надо было написать какую-то песню. Но единственное, что у меня экспромтом, без песни родилось в голове, это, знаете, если бы была песня, посвященная человеку, который сам взялся подключать электричество в высоковольтном столбе, она звучала как «Белый пекел кружит над землей». Это все, что меня хватило на электричество, да? Так, милые дамы. Там горячие принесли, да? Я так понимаю, что отдачу. Кто здесь? Кто меня слышит? Кто еще? Все здесь, да? Дорогие друзья, милые дамы, начну с вас. Я давно наблюдаю за тем, как вам с нами мужиками тяжело живется. Посвящаю песню вам. Называется «Женская сочувственная». «Женская сочувственная» «Женская сочувственная» Девочки, я каждый день наблюдаю за тем, как моя жена собирается на работу. Дамская сумочка — это уникальная вещь. Она туда всё время что-то складывает и вообще никогда в жизни оттуда ничего не выстарёт. Песня называется «Посвящение дамской сумочке». Лежит там на донышке где-то Расчёска у лёгких конфета Печенька, инструкция к вену Три семечки, коробка от полгота, ключи от старой квартиры Рассыпанная пудра, пульт и дверь в стену И плачет, и плачет, и плачет Какой непрестительный клачет Друзья, отношение мужчины и женщины — это вообще самая такая животрепещущая тема, я её обожаю. Знаете, есть песня, её когда-то исполняла Ирина Аллегрова, называется «Баба с первой» Помните? Чё они? Да, неправда, я согласен, поэтому я и написал мужской вариант этой песни. Мне показалось, что необходимо создать мужской вариант, Его не хватает. Вот он! Что ты, милая моя, но больно сердишься, Ну, подумай, шварценеггером не стал. Нету кубиков на прессе, шо ты пенишься, Но зато какой я шарик на качалку. И не надо меня мучить подозрениями, Ты мне лучше что-то положи поедешь. И давай с тобой устроим день рождения домой быть, Маленький, но всё-таки он есть. Все мы парни-мачо, Первых пять минут выпалою задачу, И уже капут. Все мы парни-мачо, Нас не кантовать, Но мачо дело сделал, Но мачо хочет спать. Ещё одна песня, Она называется «О настоящей мужской дружбе». Пока я в рейсах выливал, Друг мой и днём, и ночью моей семье помогал, И я ему скажу точно, Спасибо за день, Спасибо за ночь, Спасибо за сына и за ночь. У меня есть любимая песенка, Она вообще самая короткая. Она просто автобиографическая. О том, как вчера ночью я врезался в бэнтли. Песня очень короткая, как и сам случай. Поздний час, половина первого, Семь тысяч до утра. Все. Следующая песня, опять-таки, про себя. Ну, чтобы вам было легче, надо смеяться про себя. Называется «Ария мотоциклиста». Я просто сам мотоциклист. Ария мотоциклиста, короче. Я лечу, как стрела сверкая, А водами я встаю на козла и мчу. Между рядами в пробке тачки стоят, Не двинуться ни разу. Ну, и я между них дал, конечно, глазу. Вдруг как в сказке скрипал ответ, Но все мне ясно стало теперь. Скоро смогут все увидать, Как умеет байкер летать. Шлем с комбезом – это не зря. В них легко собрать тигаря. Но влетел тут раньше меня. Котик на Молдаванке. Друзья, я сам длительное время прошел на Молдаванке. Сейчас я, слава богу, уже наконец Улучшил жилищное положение, Переехал у нас в Лопотку. Я парикую такую. В общем, песня из пережитого Называется «Праздник на Молдаванке». Сегодня праздник у ребят. В район зашли туристы, На окружающих глядят На дне канаристы. Пришли в одежде, Ушли в надежде, Но в гости сюда их всех ждут, Потому что на десять туристов Пол района неделю живут. Я расскажу одну маленькую историю. Меня недавно теща порадовала. Честная история. Вообще не буду на ни слова. Короче, она мне как раз звонит. Она мне никогда вообще в жизни не звонила. А тут жена выключила звук. Она ей не дозвонила и звонит мне. Говорит, Рома, вы дома? Я говорю, мама, что случилось? Такая неудобная ситуация. Можешь меня выключить? Я выскочила из дому, Уже доехала до центра, И только сейчас обратила, Хершелек дома забыла. Говорит, может, там энную сумму Денег перехватим для завтра? Я говорю, мама, конечно, Заходите. Все будет. Я говорю, а если не секрет, Зачем такая сумма? Она говорит, ты будешь смеяться. Я говорю, не буду я смеяться. Она говорит, ну, я хочу оплатить фитнес-клуб абонемент на полгода. Хорошо, что ты научишься? Я говорю, мама, зачем такие нервы? Что так сразу много года? Ну, что, ну, хотя бы сходили, посмотрели. Она говорит, я была, мне безумно понравилось. Я говорю, что понравилось? Она говорит, а ты сет толще, чем я. Это, ребята, это... Это Одесса, а мы тем и живем. Ну, в общем, в заключение, я хотел бы спеть песенку. Она, опять-таки, с моей родной Молдаванки. У меня в парадной проблема, Ну, возможно, как у многих, Кто-то некультурно ведет себя в углу. Я написал песню. Очень хочется, чтобы она стала лицептом по борьбе с этим явлением. Называется «Случай в подъезде на Молдаванке». Зашел в подъезд, чуть-чуть отлетел. Вдруг кто-то начал мне карманы трусить, А руки ж залиты, полный крах. И вот теперь все то, что в руках, Это все, что в жизни есть у меня. И все, что радость каждого дня. Все, чем я гордиться так хотел, А в этот путь в этот раз мне в солнце летел. Я, конечно, всё. Кризис, мы не Goto. Я, конечно, всё. Спасибо.